ЗВОНОК В ДВЕРЬ Продолжение следует... Работы начали присылать и вы можете отправить свой снимок на электронный адрес конкурс собака-нтртв.ру. Победители ждут призы. Мэр Нижнекамска продолжает отвечать на вопросы горожан. Очередная встреча с населением прошла в 15-й школе. Диалог власти с народом продолжался два часа. Вопросы, волнующие нижнекамцев, самые разные. Благоустройство города, жилищно-коммунальная и социальная сферы. Мэр предложил собравшимся вносить свои идеи, как изменить Нижнекамск к 50-летию города, который мы будем отмечать через два года. На виде порядок, помоги своему городу. Девиз юных нижнекамцев. Более 20 подростковых клубов приняли участие в акции «Чистые родники». Ребята привели в порядок водоемы по улице Лесная, в 36-м микрорайоне, а также на спортивный и в поселке Строителей. Сама же акция проводится в нашем городе с 2007 года. По словам организаторов, помимо трудолюбия, такие мероприятия прививают подрастающему поколению патриотизм и ответственность за свое будущее. Парад в день города можно будет посмотреть в режиме онлайн. В городе продолжается последнее приготовление к 48-летию Нижнекамска. Сейчас руководители обсуждают все нюансы, начиная от закрытия дороги на проспекте Мира, заканчивая онлайн-трансляцией парада. Кстати, она будет организована нашей телекомпанией совместно с ТАТ-Телеком. Также организаторы обещают, что в демонстрации примут участие более 5000 человек – работники предприятий, врачи, воспитатели, учителя и многие другие. Будет работать торговля. Подробный материал смотрите сегодня в 18.30. Прекрасное утро за окном, плюс 13 градусов, солнечное, а днем температура вырастет до плюс 19. Смотрите в следующих выпусках. За лагерем образовалась свалка. В Татарстане стартует конкурс народной участковой. Сколько нижнекамцев примут участие, не пропустите. Следующий выпуск новостей выйдет в 12.00. Субтитры создавал DimaTorzok